На сегодняшний день на объекты малого бизнеса, которым по непонятным причинам относился торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, распространяются так называемые надзорные каникулы. По правилам, чтобы провести внеплановую проверку, к примеру, на предмет пожарной безопасности, необходимо заявление от граждан, направленное в прокуратуру. В связи с кемеровской трагедией внеплановые проверки будут инициированы не только в торговых центрах и на рынках, но и в медицинских, образовательных и спортивных сооружениях Сергиево-Пасадского района. Что касаемо пожаров в таких учреждениях, как пожары, которые вчера произошли в Кемерово, и разобранные пожары, которые произошли в Московской области, естественно, основную сложность составляет то, на что нужно обращать внимание, это на действия персонала. И в том числе, здесь я не беру важность одного и другого, это своевременное обнаружение пожара. То есть, чем быстрее пожар обнаружен и персонал примет меры для спасения людей, в том числе, это имеет в виду качественное проведение эвакуации, оповещение эвакуации, тем, в принципе, сами понимаете, ничего дороже человеческой жизни у нас нет. Экстренное заседание районной комиссии по ЧС было создано по инициативе главы района. Специалисты в очередной раз предупреждают. Профилактика прежде всего. Некоторое время назад в районных торговых центрах проводились противопожарные тренировки, на которых отрабатывался необходимый комплекс действий. В крупных торговых центрах у нас данные нормы знают, умеют пользоваться, но все-таки нам необходимо продолжить ту работу именно в проведении тренировок. Данные тренировки, я считаю, надо составить одно из наших предложений, график ежеквартально с привлечением сотрудников МЧС для контроля действия по эвакуации, а также знания персонала, их обязанностей, знания закона. Кроме того, будет составлен список всех пожароопасных объектов Сергея Посадского района. Специалисты призывают предпринимателей по всем интересующим вопросам обращаться в надзорные органы. Приходите к нам, обращайтесь за помощью. У нас никаких платных, никаких основ. Мы все в рамках законодательства бесплатно. Подскажем, какие строительные материалы, какие отделочные материалы допускается применять в своих помещениях. Подскажем, как лучше располагать эвакуационные выходы. Ну и, соответственно, всегда скажем, какие изменения в действующих нормативных документах. Александр Беляев призвал предпринимателей сообщать надзорным органам о переделках и перестройке зданий, поскольку бывает так, что итоговое помещение отличается от проектируемого. Татьяна Трушкина, Сергей Садков. День города.